Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня у нас на очереди следующий выпуск Рубики Девутная Клиника, который будет посвящен творчеству весьма сильного, но что самое главное, очень самобытного венгерского молодого гроссмейстера Ихарда Рапорта. И партия, которую я выбрал для данного выпуска, была сыграна буквально два месяца назад в Нове Саде, в клубном Кубке Европы между Левоном Ароняном, который играл белыми, и как раз-таки Рихардом Рапортом. Ну и, я думаю, что многие из вас знают, что Рихард известен тем, что зачастую применяет не самые, скажем так, корректные дебюты, или, по крайней мере, те начала, которые не пользуются очень хорошей репутацией. Вот и в данной партии он избрал защиту Чегорина. Не то, чтобы этот дебют был совсем слабым, но, по крайней мере, сильные шахматисты на постоянной основе его не играют. Последовало конь Ц3, конь Ф6. Но и вот это уже первый интересный нюанс. Дело в том, что с большим запасом основным входом здесь является ДЦ. Но, если уж Рапорт избирает какой-то кривой дебют, то надо полагать, что изучил он его неплохо. Я так подозреваю, что данный нюанс с порядком ходу связан с тем, что после ДЦ Рихарду не нравился вот такой вот вариант Д5. Ну и основным входом здесь считается конь Е5. Но после Ф4, конь Д7, Е4, мне все-таки кажется, что, ну, несмотря на то, что такая позиция, по идее, должна устраивать сторонника защиты Чегорина, все равно она в пользу белых. Если же черный играет конь А5, ну, опять же, вариант достаточно известен. Но вот при отсутствии коней на Ф3 и на Ф6, мне кажется, что данная редакция для белых намного выгоднее, чем обычно. Потому что после Ф4 и С6 здесь следует типичный для Чегорина тактический прием Б4. Казалось бы, конь порван. Приятное дело, что черные могут взять пешку на проходе. Но после АБ принципиально ситуация это не улучшает. Поэтому в подобных позициях чаще всего играет Б5, жертва вот этого коня. Но вот здесь, если белые его забирают, черный играет Б4, конь Д1, СД, то в позиции со включением конь Ф3, конь Ф6 считается, что у черных достойная есть компенсация за пожертвованную фигуру. Здесь же после Е4, скорее всего, у белых весьма солидный дебютный перерез. Поэтому, вероятнее всего, после Д5 все-таки надо играть конь Е5 и соглашаться на чуть худшую позицию. Так или иначе, Рихард не стал брать на З4, сыграл конь Ф6. Ну и вот здесь, конечно, более всего следовало ожидать от Ливона хода конь Ф3. После чего, действительно, у черных уже практически не остается выбора. Нужно брать на Ц4, ход Е6 совершенно не вяжется с положением коня на Ц6. Ну и здесь у белых есть, в принципе, три основных пути. Есть ход Е4, после которого черный играет СНЖ4, и эта позиция вряд ли для них очень опасна. Есть ход Д5. Ну вот в этой редакции жертва коня, как я уже говорил, как мне кажется, вполне оправдана. Позиция после конь Д1ЦД или конь А4ЦД не ясная. Ну и есть модный ход СНЖ5. На мой взгляд, он дает больше всего шансов на получение дебютного перевеса для белых. Ну, позиция после А6 на Ф6ЕФ остается достаточно игровой. Может быть, по этой причине Ливон не стал играть конь Ф3, сыграл ЦД. Здесь, получается, позиции, которые уже перестают быть характерными для защиты Чегорина, приобретают совсем дикие очертания. То есть, логично Е4, но тогда черный бьет, играет Е5, получает достойную контур-игру. То есть, на Д4 подвисает по аналогии с защитой Грунфельда. На коне Ф3 последует СНЖ4, или ЕДЦД с ЛНБ4, что может быть даже сильнее. Если же Д5 запирает центр, то конь просто уходит на Б8, потом слон развивается на Д6, конь на Д7, 2-0. Ну, опять же, точная оценка позиции здесь не совсем очевидна, но пока, не менее, у черных комфортная, приятная игра. Поэтому Е4 Ливон не сыграл, пошел конь Ф3. И вот здесь, казалось бы, перед черными встают довольно тяжелые проблемы. Понятное дело, что план белых все равно, так или иначе, связан с тем, чтобы провести Е4. Но сейчас хоть черных, и им необходимо что-то делать. Если избрать какой-то вялый ход вроде Е6, то очевидно, что после Е4 у белых очень солидный перерезок. Мне кажется, с позиционной точки зрения почти решающий. Если же попытаться получить позицию, характерную для Грунфельда, то, опять-таки, это удается, но не совсем. Белый играет Е4, конь С3, БЦН, но и после слон Ж7, похожий на Грунфельд, но конь С6 расположен неудачно, потому что черные лишены подрыва С5. Опять-таки, у белых здесь солидный перевес. Но Раппорт нашел, ну или, скорее всего, знал здесь решение, которое вполне соответствует и его стилю. Он сыграл Е5. Такой вот интересный гибрид какого-то Будапештского Гамбита и защиты Чегорина. Беды, на самом деле, должны принимать вызов, потому что Е4, конь С3, БЦ, ведет к, примерно, тому, что мы уже обсудили. То есть, белые забрали пешку, слон Б4. И вот, несмотря на то, что очень часто Рихард со своими дебютными экспериментами заходит слишком далеко, в данном конкретном случае, мне кажется, что такой дебютный выбор был вполне оправдан, и вот данная позиция вполне приемлемая для черных. И, возможно, белым все-таки стоит играть не С, Д четвертым подом, а именно конь Ф3. Так или иначе, в партии Ароняна сбрал слон Д2, конь С3, БЦ и слон А5. Дальше стороны, по крайней мере, черные завершили развитие. Про белых этого сказать нельзя. Белые были заняты другими вещами, но, в принципе, их можно понять. В данный момент у белых лишняя пешка, но структура уже несколько раздроблена. То есть, если черным удастся без каких-либо помех просто отобрать эту слабую пешку на Е5, защищать ее очень тяжело, то, скорее всего, получится какой-то энджпуль, в котором лучшие шансы именно у черных, потому что и пешка С3, и пешка А2 будут в некоторой степени слабы. Именно поэтому после Ферзь Е7 Ливон здесь воздержался от простого развивающего хода слон С4, хотя, объективно, скорее всего, стоило сыграть слон С4 после слон Е6. Ну, у черных есть комфортное равенство, но, наверное, не более. Ливон же сыграл А4, попытался наладить какую-то активную игру на королевском флаге, но ход оказался, ну, по крайней мере, не сильнейший. С другой стороны, помимо этой абстрактной идеи наладить игру на королевском флаге, здесь была и конкретная задумка. На охоте Ле8 с целью отыграть пешку на Е5, видимо, армянский шахматист задумал слон С4. Пока брать на Е5 нельзя. Опять же, логично ответил слон Е6. Ну, вот здесь белые могут оправдать положение пешки на Ф4, путем кунь Ж5. Опять-таки, брать на Е5 нельзя, из-за того, чтобы сеть на Ф7. Приходится отступать. Здесь Ферзь Е4. Висит мат на Х7. Приходится играть Ж6, и теперь Ф4. Ну, и вот видно, что пешка на Х4 стоит не просто так. Она готова пойти на Х5. В принципе, данная позиция выглядит, дочеркно, довольно угрожающе. Другое дело, что компьютеру все равно все не почем. Он пишет Ф6 и считает, что позиция неясная. Тем не менее, Рихард здесь нашел даже более сильную идею, которая, опять-таки, полностью соответствует его стилю. Он играет Ф6. То есть, казалось бы, вся игра черных здесь зиждется на том, чтобы отыграть пешку Е5 и получить инициативу, связанную с пешечной структурой, с лучшей пешечной структурой. И вот рапорт совершенно меняет планы, меняет слабость белых и начинает конкретную фигурную атаку белого короля. Ну, белые не могут игнорировать ход Ф6. На самом деле, практически обязаны брать. Ладья Ф6. Ферзи 4 шах. И вот здесь очень, очень сильное решение со стороны венгерского юниора. В принципе, решение не такое сложное, но тоже далеко не каждый гроссмейстер его бы здесь принял. Белые только что убрали своего Ферзя из-под нападения и заодно дали шах. То есть, казалось бы, очень логично продолжить развивать инициативу, нападая на этого Ферзя. Но после хода слон Е6 Ферзь неожиданно занимает очень сильную и неприступную позицию на поле Е4. В дальнейшем белые либо развивают слон Д3 с идеей создать какую-то инициативу на королевском фланге, либо просто ставят слон С4, меняют белополов, и в дальнейшем их личная пешка может начать сказываться. Поэтому вместо довольно слабого хода слон Е6 Раппорт сыграл здесь король Аш8. И вот неожиданно оказалось, что несмотря на то, что черный пока не напали на белого Ферзя, ему все равно придется делать ходы, потому что, ну, Ферзь на С4 расположен ужасно. Мало того, что он попадает под всевозможные темпы, он еще препятствует переводу вот этого ужасного чернопольного слона белых на более пристроенную клетку. То есть, белый во многих вариантов хотели бы провести С4 и слон С3, но Ферзь на поле С4 мешает этому. Так или иначе, необходимо каким-то образом завершать развитие. Ливон сыграл слон Д3, последовало слон Ф5. Опять-таки, скорость для черных здесь это самое главное. Слон бьет Ф5, ладья бьет Ф5. Ну, и вот, пожалуй, один из критических моментов данной партии. Здесь Роляну стоило умерить амбиции и сделать довольно пассивно выглядящий, но тем не менее, сильнейший ход Ферзь Е2. Может быть, белым не понравилось, что после ладья, а ладья на Ф8 инициатива становится угрожающей. На самом деле, плановый ход С4, и у белых появляется вот эта идея слон С3, о которой я говорил. И что очень важно, на КЕ5, поддерживающий инициативу, у белых есть ответ ладья Х3. Как ни странно, пункт Ф3 продавить не удается. Более того, черным для поддержания равновесия тут нужно соблюдать некоторую аккуратность. Компьютер, как единственный путь к равенству, показывает вариант ладья Д8, слон С3, здесь следует размен на Ф3, ЖФ и слон А5. То есть, черные меняют этого слона, который неожиданно стал активным. После слона 5, ладья 5, у белых сохраняется лишняя пешка, но вы видите, что, во-первых, ладья на А1 очень пассивная, во-вторых, пешки А2, С4, Х4 нуждаются в постоянной защите, и в-третьих, белым еще нужно потратить время, чтобы перевести своего короля на более надежную клетку. Поскольку тяжелая фигура черных очень активная, за то время, пока белые будут это делать, а также выводить свою ладью с поля А1, черные, скорее всего, смогут отыграть одну из пешек и полностью уравнять шансы. В любом случае, Роняну стоило предпочесть именно это продолжение, потому что в партии после ладья на Ф5 последовал псевдоактивный ход конь Ж5, и в дальнейшем армянский гроссмейстер столкнулся с серьезными трудностями. Последовала конь Е5, ферзь Е4, скорее всего, именно на ход ферзь Е4 возлагал надежда Ронян, казалось бы, ладья на Ф5 расположена неустойчиво, всегда подвисает на Х7, но и заодно белые создали вот такую вот связку по линии Е. Ну, вот тут вот неожиданно, не думаю, что в этот момент уже настолько неожиданно, но тем не менее, очень сильно сыграл здесь рапорт, он сыграл ферзь Д7, одновременно защищая ладью на Ф5 и создавал угрозу конь Д3 в шах. Ну, и в боевом варианте Ж4 здесь черные просто побеждают. Следует конь Д3, на король Д1 теперь вилка на Ф2, на король Е2 взятие на Ф2, потом взятие на Д2, таким вот вскрытым ударом черные забирают ферзь и легко побеждают. Поэтому после ферзь Д7 я уверен, что после довольно користных и продолжительных раздумий орлеан сыграл 2-0. Казалось бы, логичное действие, белый король на Е1 был расположен плохо, на Ж1 он защищен лучше, но есть и существенные недостатки. Во-первых, несмотря на внешнюю опасность положения короля на Е1, все-таки он в какой-то степени защищен пешками Ф2, Е3. Что намного важнее, после того, как белый ладья уходит с поля Х1, очень во многих вариантах белый подводит то, что пешка на Х4 теперь защищена недостаточно хорошо. Вы, собственно, увидите, как это будет сказываться в дальнейшем. Рапорт, безусловно, знаком с классическими образцами атакующей игры, поэтому я уверен, что ход, который подводит в игру последнюю фигуру, здесь не потребовал от него никаких серьезных усилий. Ладья Е8 уже угрожает конь Ф3, приходится убирать ферзя на С2. Важно убрать его именно на С2, чтобы, по крайней мере, черном создавали какие-то проблемы, вот эти угрозы по диагонали Б1, Х7. Но все равно следует Х6, оказывается, что конь на Ж5 не удерживается, конь Е4, ладья Х5. Вот то, о чем я говорил, начинает сказываться то, что у белых нет ладьи на поле Х1. Защитить пешку на Х4 невозможно, то есть Ж3 здесь явно себе дороже последует ладья Х4, конь Ф3 или Ф4 практически в любом порядке белые просто получают мат. Поэтому Ливону пришлось отдать ту пешку, которую он выиграл еще на шестом ходу и примириться с тем, что позиция белых здесь довольно тяжелая. Конь Ж3, ладья Б1, Х4, ладья А на Д1. Ну и вот здесь вот Венгар делает еще один вкратчивый, в то же В8. Оказывается, что белые не могут решить свои проблемы. То есть у черных есть различные комбинации угроз. Ферзь Ж4, конь Ф3, главная из них. Пришлось играть С1, Ферзь Ж4 и ладья Д5. Ну и для тех, кому интересно как в дальнейшем продолжалась партия, я порекомендую просто промотать видео примерно на 2-3 минуты вперед но я пока сделаю небольшое лирическое отступление, которое в принципе тоже касается этой партии. Дело в том, что мне довелось принимать участие в том же турнире, в котором была сыграна партия, которую мы сейчас разбираем. Так получилось, что матч моей команды, а также моя собственная партия, завершились вот примерно в тот момент, когда в партии Огоняной Раппорта было сделано 25 ходов и в холле гостиницы, в которой проходили, проходил турнир, был установлен большой монитор, на котором проводилась прямая трансляция партии из тех матчей, которые проводились как раз таки на диджитал досках. И вот в этот момент как раз таки я кинул взгляд на эту позицию. В принципе не сильно удивился тому, что у Раппорта такая шикарная шикарная атакующая возможности, но примерно за секунд наверное 15-20 я увидел здесь несложный тактический удар Фербио G3. Рихард же серьезно задумался и какой-то момент мне уже стало очень обидно, то есть я понимал, что скорее всего Венгр не видит хода Фербио G3, потому что он его не исполнял. Прошло примерно 15 минут и в конце концов Раппорт сделал ход Фербио G5. Ну если честно настолько меня это расстроило, что практически сразу я покинул скажем так игровую зону и отправился к себе в номер. На самом деле конечно все далеко не так просто. Дело в том, что удар Ферз G3, который я видел вживую, действительно проходит и действительно ход очень красивый, но в то же время не сильнейший. Дело в том, что после Фербио G3 белые отвечают FG, ЛДН Х1, КРН Х1, ЛДН КРН 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 Действительно теперь если белый король уходит на H4 или на H2, то следует очень красивый задачный мат ЛДН Х1. Тем не менее у белых есть вход Ферзь БТВ2. Ну и вот так получилось, что после ЛДН я в принципе оборвал свой расчет, потому что казалось бы, черные во-первых, отыграли пожертвованную пешку, во-вторых, только посмотрите на пешечную структуру белых. У них 5 пешек, из них 2 изолированные и сдвоенные, и все без исключения изолированные, все очень слабые. То есть я без особых сомнений оценил этот Эншкаль как легко выигранный для черных. Венгерский шкуматист явно же в тот день был в ударе, он проник в тонкости позиции значительно глубже. Дело в том, что белый делал ход слон Д2, важно именно слоновой пойти на Д2, потому что любой слоновый, чисто слоновый Эншкаль проигран. Но ведь неожиданно, несмотря на такую ужасную пешечную структуру, эта позиция не так проста. По крайней мере, движок считает, что перевес черных здесь меньше, чем одна пешка. И не исключено, что черных просто не выигран, но в белых есть серьезные шансы на спасение. Тем не менее, конечно, помимо отличных счетных способностей, нужно еще и огромную силу воли, чтобы увидеть ход ферзи G3, но очевидно, что теперь для меня очевидно, что Рапорт видел ход ферзи от G3, и все равно отказаться от него. Последовал более сильный ход ферзи G5. То есть, черные не спешат менять огромное количество фигур, не спешат портить соперника структуры и продолжают играть на атаку. В данный момент создана угроза конь F3, после чего теряется ладья на G5. У белых не такой большой выбор. В принципе, Ливон здесь сделал сильнейший ход ферзи E2. С идеей на конь F3 просто ответить ферзи F3 неожиданно побеждает уже белые. Но я приведу такой небольшой иллюстративный вариант. Он, конечно, не вынужден и более того, ход ладья D1 на самом деле значительно слабее, чем ферзи E2. Но просто в черных здесь очень красивый выигрыш. Наверняка он не единственный, но по крайней мере то, что рекомендует здесь движок, это ход ладья H5. Мало того, что черные добровольно подставляют ладью под бой, так еще не совсем понятно, зачем вообще этот ход был нужен. На самом деле, если приглядеться к позиции, то идея выясняется. Начинаем с того, что брать ладью нельзя, потому что следует конь F3 и просто х5 мат. Но оказывается, что у белых нет каких-либо защитительных ресурсов. То есть, если предположить, что они делают ход пасс вроде C4, просто следует х4 с нападением на мат. на конь F5 конь G4 нет защиты от решающих угроз белому королю. Казалось бы, чуть сильнее ферзь Е2, тогда черные исполняют ту же самую идею в другом порядке. То есть, сначала следует конь G4, все равно приходится брать ладью, ну и теперь не помимо ферзь Е4, а значительно сильнее, чем ферзь Е4 и ход ферзь БТАШ5. И опять же, белые здесь проигрывают. Поэтому ладья ДНД1 не последовало и была сыграна более сильная ферзь Е2. И вот здесь C6, ладья ДНД4 и вот в данной позиции венгерский кроссмейстер сделал совершенно сногсшибательный ход, который, наверное, можно с полной уверенностью назвать наиболее запоминающимся ходом 2016 года. Ну, начнем с того, что последним своим ходом Ливон подставил ладью под бой. Тем не менее, брать ее не очень хочется, потому что как на слон Д4, так и на ладья Д4 белые отвечают ЕД и вскрывают собственно слона С1 с нападением на ферзя. В общем, там черные теряют материал, поэтому играть так совершенно нет нужды. С другой стороны, белые ну, во-первых, пока перекрывают слона СБ6, во-вторых, во многих вариантах все-таки хотел взять на С4 и ослабить давление черных. Ну, здесь Раппорт нашел очень красивое решение. То есть, не исключено, что это не единственный ход, который дает большой перевес, в частности, можно упомянуть Конь Ж4, но ладья H1, которая сыграла Рихард, как минимум не слабее. Ну, к тому же ход очень красивый, очень эффектный. Ну, ладью брать надо, если взять ее конем, то после Конь Ф3 черные остаются с легко выигранной позицией, ввиду того, что у них решающий материальный перерез. Соответственно, надо брать королем, так и последовало и вот слон Д4. Вроде как ситуация аналогична тому, что мы уже видели до этого, но почему-то вместо того, чтобы сразу взять ладью, черные сначала отдали свою, только потом взяли чужую. Сейчас покажу, в чем здесь нюанс. Если сразу взять ладью, слон Д4 и ЕД, и вот здесь попробовать срять ладья H1, то, к сожалению, это уже не проходит, потому что следует Конь H1, а Конь Ф3 теперь есть ход Ферзи Ф3. Черные не выигрывают материал, даже проигрывают его, потому что у них тоже висит Ферзь, вскрылся слон С1. Поэтому важно исполнять все в правильном порядке. Ладья H1, теперь Конь H1 нет, приходит забрать королем, только теперь слон Д4. Если теперь белые берут слона, то довольно-таки элементарно проигрывают, хотя на самом деле тоже есть один нюанс. То есть на CD Ф4 Король G1 Конь G4 здесь как раз-таки говорить не о чем. Ладья D1, Ф2, Король F1, Ф3 и белые просто попадают под разгромную атаку. Например, на F3 следуют Конь H2 и Конь F3. Хитрее ход значительный хитрее ход ЕД. Опять же, надо играть Ф4, Король G1, Конь G4, Ладья E1. Ну и вот Ф2, казалось бы, все то же самое, Король F1, Ф3. Здесь выясняется разница. Белые взяли на D4 именно пешка, и теперь у них есть поле для слона. И вот несмотря на то, что позиция черных кажется совершенно подавляющей, в принципе, таково является, здесь, чтобы выиграть, нужно проявлять некоторую точность. Вот, например, на логичный ход Ф4, создавая Козумата в один ход, после F3, как в это не трудно поверить, позиция уже ничейная. То есть, даже не равная, просто ничейная. И черные во избежание худшего должны давать вот такой вот занимательный вечный шаг. То есть, у Р4 выпустила здесь победу. Выпустила бы. Ну, а ход, который совершенно точно за черных выигрывает, ход ладья F6. Опять-таки, нюанс тут такой. В данный момент белые находятся практически в стуксванге. То есть, ладью убирать нельзя, подвисает слон. Слона убирать нельзя, подвисает на F2. Ферзя тоже убирать нельзя, ну, в частности, потому что будет кунь H2, кунь F3. Если же убрать его слишком далеко, то опять-таки подвисает слон. То есть, надо ходить пешками, но ход ладья F6 был сделан непросто так. На C4, например, на C4, на A4 последует то же самое. Следует ферзь H4. и теперь разница на самом деле огромна. Потому что после F3 кунь H2 не ферзь H1, а именно кунь H2 сразу. Король G1, кунь F3, шаг. Черные побеждают ввиду того, что их ладья через G6 подключается в атаку. Следует GF, ладья G6, король F1, ферзь H1, ну и очень важно, что ладья подключается на жутах, как я уже сказал, и белые получают мат. Поэтому забирать ладью никак нельзя. И Аронян здесь сделал один из самых упорных ходов, который компьютер выводит на то на первую, то на вторую линию наряду с ходом король G1. То есть можно было срать король G1 после слона B6 у черных очень большой перевес, но белым удается, скорее всего, сменять ферзей. Получается такой энджполь, в котором у черных все фигуры более активны, и также лучшая пресочная структура. Тем не менее, для того, чтобы победить, здесь еще пришлось бы показать очень хорошую технику. Ну, ход F3, который сделал Ливон, тоже ставит перед черными не самые простые задачи. То есть коня пока брать невыгодно, потому что по-прежнему висит слон. Раппорт здесь убрал сна на B6. Совершенно очевидно, что пешка на C3 не стоит того, чтобы ее убрать, потому что белая там резко активизируется, а пешка в любом случае очень слабая. Слон на B6 расположен намного активней. Следовало лакон Е4, ферзь H5, король G1. Может быть, чуть ли не единственная неточность венгерского гроссмейстера за всю партию, хотя она никоим образом не повлияла на результат, но все-таки опять-таки электронный подсказчик здесь указывает, что самым точным решением был ход ладья F4, продолжая использовать всевозможные связки. Ну и вот компьютерный вариант наверняка выглядит для большинства из вас довольно странно, и для меня он тоже не совсем понятен, но тем не менее продолжается следующим образом. Ладья F4, король F2, ферзь F7, по-прежнему ладья неприкосновенно, король Е1, вроде бы король убрался из опасной зоны, теперь ладья F4. Опять-таки выглядит так, что черные фигуры пошли слегка не в ту сторону. Тем не менее, вот движок утверждает, что в этой позиции у черных очень большой перевес. Наверное, оно так и есть. Все-таки фигура белых расположена еще хуже, но по-человечески это было совершенно неочевидно. Рапорт сделал более естественный и все равно достаточно сильный ход слон C7. Ну то есть он понял, что скорее всего на диагонали A7 G1 уже ничего серьезного добиться не получится, ход ладья F4 он или вообще не стал рассматривать или недооценил, но решил, что слону место на другой диагонали. Тем не менее, вот здесь у армянского шахматиста была возможность слегка продлить сопротивление и может быть даже получить реальные шансы на ничью. Необходимо было сыграть слон A3, после чего сильнее всего зажирен от ладья D8. Ну и скорее всего Агонян даже рассматривал этот вариант и продолжал его естественным ходом ладья D1. И не удивлюсь, если он увидел опровержение этой операции, а именно конь F3. Теперь на ферзе F3 стоит ладья D1 с решающим материальным перересом, а на GF красивый удар ферзя H2. После чего приходится брать ферзя. Черные сначала забирают ладью в промежутке. После коротки G2 забирают ферзя, приходится брать на H2. Теперь ладья A1. На короткий миг у белых все с точки зрения материального соотношения неплохо, но черные сейчас заберут пешку A2. После этого их пешка A очень быстро побежит ферзи. То есть на самом деле эта позиция совершенно проиграла для белых. Возможно этим руководствовался Араян, когда отказался от хода слона А3. На самом деле после слона А3 ладья D8 было более сильное продолжение C4. И на конь D3 здесь просто G3. Как ни странно, у черных нет какого-либо решающего продолжения атаки. То есть у них остается позиционный перевес, но до победы здесь еще очень далеко. Может быть не стоит играть конь D3, чуть сильнее тихий позиционный ход B6. Ну который во-первых фиксирует слабость на C4, во-вторых не пускает коня на C5 или слона на C5. Кстати второй даже важнее, потому что слон мог перескочить на поле D4 во многих вариантах. Ну и также черном не помешает иметь возможность C6 C5 во многих позициях. Перевес у венгерского шахматиста здесь сохранялся бы довольно большой. Тем не менее король F2, который избрал в этой позиции Араян оказалась намного слабее. Последовала F2. Теперь для белого короля уже нет пути обратно. Ну а черные на самом деле готовы разными способами тревожить белого короля. Один из них это ладья D8 и конь D3. Единственным шансом продолжить сопротивление за белых был ход F4. Опять-таки у черных здесь по-всякому солидный перевес, но наиболее четкое решение это ладья E8. Опять-таки слегка противоестественный ход. Белые добровольно уводят ладью с той вертикали, на которой она связывала пешку F. Но с другой стороны определенная логика тоже есть. Теперь пешка F4 довольно надежно защищена своей компаньонкой с пешкой с поля E3. А вот как раз-таки по вертикали E появились определенные слабости. Опять же пешка E3, но также еще и в данный момент конь на E4, но и в частности поля E4. Но конкретное обоснование в том, что после F. E F4 материал отыгрывается, но позиция белых здесь просто рассыпается. Поэтому можно сделать вывод, что F4 тоже вряд ли спасло бы армянского космейстера, но последовало король E1. Скорее всего, Аранян просто зевнул от этого D8, но тут оказалось, что защиты никакой нет. Возвращаться на F2 поздно, то есть пришлось играть слон D2, конь D3, король D1. Вроде как белый король убегает подальше от черного ферзя, который доставлял много неприятностей, но ферзь фигура очень мобильная, посмотрите, как он быстро переносится на другой фланг. Последовала ферзь E5, G4, в принципе ход ничем не лучше и не хуже любого другого, может быть у Араняна все еще были какие-то надежды создать контр-игру путем G5, хотя верится в это с трудом. Последовала ферзь B5, уже угрожая ферзь E4 мат, FG2, по крайней мере на время обеспечивая белому королю лазейку на поле E2. Ну и теперь посмотрите, как Рихард переводит коня на еще более привлекательную клетку, следует слон C1, пытаясь защититься от грозы коня 3, но вот последний сильный холт D5, теперь ладья работает не только по вертикали D, но еще и по 5-й горизонтали, и в частности очень важно, что ладья получает доступ к полю B5. Ну тут никакой защиты у белого нет, еще последовало G5, конь A5, помимо ферзя 4, теперь у черных есть идея ферзь D3, ну идея очень серьезная, потому что после например GH ферзь D3 король куда-то ладья B5 получается мат на поле ну или на поле B1 или в случае короля 3 где здесь кстати мат, довольно интересный вопрос, вероятно после короля 3 получался вот такой мат, очень красивый кстати, не могу сказать что так очевидно может быть может быть кстати Левону стоило попробовать именно в этот вариант пойти, хотя скорее всего конечно в черных есть и другие матовые конструкции да, например наверное можно же все это сделать да, просто в другом порядке значительно менее красиво, но ничуть не менее эффективно в общем так или иначе не стал брать на h6 арбянский кроссмейстер просто сыгрался на d2 ну после ферз d3 100 идей чтобы отступить на поле d1 но после конь c4 оказалось что у белых совершенно нет защиты от множества угроз со стороны черных самая простая из них это конь e3 и уже от нее защититься совершенно невозможно поэтому Ливон здесь признал свое поражение ну и что можно сказать совершенно блестящее творческое достижение молодого венгра ну а вот Ливона Роняна я так думаю что постарается об этой партии забыть как можно быстрее в то же время я не думаю что ему будет легко это сделать потому что практически уверен что в голосовании на лучшую партию 2016 года эта партия займет одно из наиболее высоких мест ну а комментировал ее для вас Никита Петров всем спасибо за внимание Продолжение следует...